Приветствую вас, друзья! Сегодня я покажу, как вам с помощью правополушарного рисования можно изобразить, нарисовать великолепную картину «Ночное море». Сегодня нам понадобится гуашь белая, зелёная, чёрная и синяя. Первое, что мы с вами сделаем, это закрунтуем наш листок. Гуашь, если она у вас густая, разведите водичкой. Итак, большой кисточкой окунаем её в белую гуашь и грунтуем наш листочек. Можно выходить за пределы самой бумаги. Стол предварительно застелите либо пищевой плёнкой, либо клеёночкой. Листочек загрунтовали. И теперь возьмём краски для фона. Возьмём сначала с средней кисточкой, возьмём зелёный. И поставим хаотичные точки по всему листу. Далее кисточку вытираем. Мы работаем без воды. И добавим ещё оттенки зелёного, если они у вас есть. Светлые и тёмные оттенки зелёные. Снова кисть вытираем. Добавим чёрный цвет. Такой необычный фон будет, но будет очень красиво. Кисточку вытираем. Берём снова большую кисть, которую грунтовали. Окунаем в белую красочку и размазываем. Пройдёмся один раз по одному месту. Вот такой вот замечательный фон получился. Дальше возьмём чёрный цвет и наметим берег. Берег у нас будет выше середины листа. Проведём сначала вот такую полосочку. И затем вот такими волнистыми линиями до конца листа. И закрашиваем полосочку чёрным цветом. Это у нас будет берег. Дальше возьмём синий цвет. Теперь будем рисовать пальчиком. Берём синий цвет и ставим точки. Нужно ещё другой оттеночек синим. Поставили точки. И теперь пальчиком всё размазываем. Это, как вы догадались, у нас будет море. Теперь необходимо, чтобы немного подсохло. И продолжим работу. Возьмём белую куаши маленького размера кисть. И будем рисовать волны возле нашего бережочка. Сначала приведём такие же волнистые линии. По краю чёрного цвета. И будем их размазывать на синий цвет. Где-то больше, где-то меньше. Где считаете нужно, можете добавить белого цвета. Более такой насыщенный белый будет. На переднем плане мы добавим белого побольше. Кисточку вытираем. И обратной стороной кисточки можно будет вот так вот почиркать. Погорятать. Смотрим ещё. Добавляем белый цвет. Уплотняем волны. В некоторых местах. Можно немножко почиркать на бережок. Разобрались. Всё легко и просто. Теперь давайте мы поработаем над облаками. У нас бережок тёмный, а получается небо светлое. Это неправильно. Давайте нарисуем облака. Также берём пальчик и ставим точки. у нас будут такие вот облачка. И снизу немножечко их растираем. Теперь добавляем синий цвет. И потыкаем под облаками. И тоже растираем пальчиком. Пусть где-то смешивается с белым. Добавим немного чёрного. Все эти красочки перемешиваются между собой. Создавая красивый эффект. То есть у нас получается плавный переход с неба к морю. Создавая такой дальний-дальний горизонт. И теперь ещё добавим сверху облачков тоже такого же цвета. синего чёрного разных оттенков. Вот у меня как есть на пальчике я так беру и растираю. Потом подкорректируем где нам кажется, что мы облачка закрыли. Растираем это уже пальчиком. Здесь немножко приглушим облачка. И в завершении нашей картины мы с вами добавим белые брызги на бережок от воды и на море. Палочком у нас получаются брызги. Картина ночной море готова. Осталось её поставить в рамку. Надеюсь вам наше занятие понравилось. До новых встреч!